May this festival bring happiness and joy to you and your family. Окей. Ну да, кто-то отдыхает, а мы работаем. Сегодня у нас последнее занятие по нашему методу. Это у нас будет уже занятие номер пять. По методу, предотвращающему забывание пройденного материала. И сегодня мы будем выполнять самые сложные задания, которые являются венцом. То, к чему мы все шли через все эти наши занятия, выполняя разные упражнения, рецептивные упражнения, репродуктивные упражнения. Запоминая, заучивая слова, отрабатывая словосочетания в речи. И вот теперь настало время самого важного, главного мероприятия, которым мы все идем, изучаем листский язык. То есть мы должны говорить. И мы должны уметь писать. Эти два навыка чрезвычайно важны. Они относятся к разряду наиболее сложно добываемых, закрепляемых. Так называемые. И они называются продуктивные навыки. Вы получили домашнее задание. У вас была письменная работа. Вы сегодня будете отчитываться по своей этой письменной работе. А я тем временем покажу, как нам искусственный интеллект помогает создавать упражнения, продуктивные упражнения по нашей теме. Тема у нас, как вы помните, интернет секьюрити. Давайте посмотрим, как это все реализовано у нас в ТВИ. Мы сегодня будем работать с этой программой, которая нас ни разу не подводила. В отличие от ChataGPT, которая прекрасно работает без VPN. Поэтому все-таки большая часть упражнений мы делаем именно в ТВИ. И сегодня я вам покажу, какие упражнения, какие продуктивные упражнения можно сделать в этой программе. И именно те упражнения, которые я сейчас буду вам показывать, именно эти упражнения мы и будем выполнять сегодня на занятии. Итак, заходим в ТВИ, щелкаем по-любому, как они говорят, Tools. И сразу ТВИ предлагает нам заготовку нашего занятия. Так как у нас продуктивные занятия и эти продуктивные упражнения, и они касаются письма и говорения, и сразу идем в Writing. И я предлагаю здесь выбрать два варианта. Либо вы выбираете Essay Topics, либо вы выбираете Creative Writing. Ну, давайте посмотрим. Ну, давайте пройдемся Essay Topics. Что тут такое у нас есть? Окей. Наша тема, интернет-секьюрити, сюда впечатываем. И получаем на выбор большое количество разнообразных тем. Пожалуйста. Но мне больше нравится вот это, Creative Writing. Мы сюда можем впечатать и тему, мы сюда же можем впечатать еще и нашу лексику, которую мы с вами проходим. И это очень важно, потому что вы видите, все упражнения генерируются, учитывая ту лексику, которую мы с вами проходим. То есть мы эту лексику, Target Vocabulary, отрабатываем, перемежаем в самых различных видах упражнений. Вот мы забили, да, тема. Вот наши Target Vocabulary, как всегда их 14 штук. Ну и наш уровень мы даем, да, intermediate. И что мы получаем? Пожалуйста. Развернутое задание. Развернутое задание. Лексика приведена. В самом уже задании видны те слова и фразы, которые мы с вами отрабатываем. Я считаю, что Tui справился на отлично. Именно с генерацией упражнений на развитие продуктивных навыков письма. Посмотрите, какая красота. Так. Ну, как я уже сказал, разумеется, все эти упражнения вы можете найти в разделе Writing. Все очень логично. Но мы сегодня будем еще... Writing вы уже сделали, вы уже все это написали. Я это знаю. Вы получили домашнее задание. Вот, вы будете сегодня отсчитываться. Но у нас еще есть и Speaking. Какие упражнения предлагает нас Speaking Tui? Ну, достаточно много. Вот, посмотрите. Это все на Speaking. Давайте возьмем, например, Discussion Questions, который мы сегодня тоже будем брать. Опять забиваем сюда нашу тему. Internet Security. Копи-пейстим ее. Так, сюда наши словосочетания. Да, и, разумеется, не забываем про уровень. Берем наш уровень B1, B2. Что-то магия. Пожалуйста, вопросы для обсуждения, которые включают в себя нашу лексику, и которые предполагают, что, отвечая на них, вы также будете использовать эту лексику. Вот вам, пожалуйста, продуктивное упражнение. Вам задают вопрос, вы должны на него ответить. То есть, вы не имеете письменной опоры на ответ или какой-то зрительной опоры. Да, вы ничего не видите. Это только внутренний взгляд туда, что у нас там в голове. И мы все это продуцируем, создаем продуктивное упражнение. То есть, мы должны и подумать, и как сказать на английском языке, и как правильно прореагировать на ответ, и какие слова использовать, чтобы замаскировать, может быть, свою некую растерянность языковую, или вы просто не знаете, что сказать. Масса-масса проблем, которые нам мешают, всегда мешают говорить на английском языке. Вот такой очень симпатичный, симпатичный не то слово, правильный, эффективный тренаж. Пожалуйста. Следующее упражнение, какое мы можем взять. Ну, например, очень любопытное упражнение Fine Facts. Fine Facts. То есть, найти факты, которые имеют отношение к нашей теме. Как всегда, наша тема вот эта. Что такое Fine Facts? Ну, по крайней мере, искусственный интеллект подбросит вам, я надеюсь, сейчас мы это увидим, достаточно большое количество фактов, имеющих отношение к этой теме, и которые можно обсудить. Выбираем наш уровень. Смотрим, что тут такое. О, любопытные факты, правда? Любопытные факты. То есть, вы приходите на урок, или уже прямо в ходе урока вам, вы понимаете, что ученику было бы интересно вообще как-то побольше узнать по этой теме, обсудить, соответственно. Пожалуйста, тут же мгновенно вы все это генерируете и получаете потрясающий материал для продуктивных упражнений. Да, можно говорить о том, что искусственный интеллект ошибается, что-то он делает не то. Я не знаю. Может, конечно, проверить, ошибается он в этом или нет. 60 миллионов людей было вот этих краж, да, в Соединенных Штатах. Вы знаете, у меня есть желание это проверять. У меня есть желание поговорить на эту тему на английском языке. Но я уверен, что это на самом деле так, потому что явно, что искусственный интеллект это не придумывает. Он все это берет из интернета. Наверняка это все соответствует действительности. Посмотрите, какие возможности. Сколько бы мы времени потратили на то, чтобы найти эти факты, чтобы все это подготовить для занятия. А у вас их хоть сколько у нас их тут? 10. Выберите 2-3 из них, и уже готовы интересные обсуждения. Итак, это у нас было Fine Facts. Дальше идем. О, интересное задание. For Opinions. Что такое For Opinions? Мы сейчас, насколько я понимаю, мы сейчас с вами познакомимся с мнениями, с четырьмя различными мнениями по нашей теме. Познакомимся, что это такое. Появился David, Sarah, Alex и Natalie. Вот они все, что они делают. Они что-то говорят нам о том, важна, не важна, это интернет секьюрити или нет. Пожалуйста, вы можете отрабатывать на примере вот этих реплик, мнений, такие вещи разговорного языка, как согласен, не согласен, нравится, не нравится, выскажи свое мнение. Пожалуйста. Это тоже такое очень эффективное, интересное, увлекательное, продуктивное упражнение. Почему? Потому что вот есть конкретный David, ну, конечно, виртуальный некий David, который высказал свое мнение. Пожалуйста, что вы думаете по этому делу? Дальше идем. Любопытные вещи. И еще раз обращаю ваше внимание. Я сейчас просто нет возможности показывать все, весь арсенал продуктивных упражнений, которые имеются у Твии. Мы выберем только вот те, с которыми мы будем сегодня работать. Есть с ней желание, вы всегда можете зайти и посмотреть, познакомиться, по крайней мере, знакомство с программой, даже выполнение достаточно большого количества упражнений в Твии бесплатно. Бесплатно. А так они берут небольшую плату за такую неоценимую помощь, я так считаю. Вот мне очень нравится упражнение. Famous codes. Опять наша тема. И посмотрим, что нам предложит искусственный интеллект. по нашей теме в качестве, ну, цитат известных людей. Ага. Ну, вот мне, для меня интересно сейчас, Илья, ну, еще раз. Наверное, вот это такая провоцирующая, интересная мысль от очень известного native speaker. от Билла Гейтса. Пожалуй, мы ее и возьмем сегодня. Пожалуйста, вы можете посмотреть и другие упражнения от Твии. Ну, вот. Мы сегодня будем выполнять именно те упражнения, которые мы сейчас на ваших глазах генерировали. Итак, давайте приступим. Редактор субтитров. Субтитры сделал DimaTorzok